Всем привет! Думаю, вы помните то приятное ощущение из детства, когда вы раньше приходили со школы и включали свои любимые каналы, пока ваш старенький телевизор немного потрескивал. Но думаю, в то время мало кто догадывался, что сидит перед настоящим инженерным чудом и смотрит на изображение, которое формируется не на экране, а у себя в голове. Так как же работает это чудо техники? И сколько драгоценных медалов содержит такой прибор? Что ж, давайте разбираться. Когда-то было удивительным, что информацию можно передавать на расстоянии, да еще и без проводов. А сегодня мы не удивляемся даже электронным деньгам. Например, биткоину или эфиру, криптовалютам, которые взлетают и падают постоянно. Но знали ли вы, что существуют стейблкоины, например, BUSD или USDT? Они привязаны к курсу доллара, и я ими вовсю пользуюсь, чтобы хранить деньги или выводить их за границу, когда путешествую. Это легко и просто, ведь есть Binance. Это один из крупнейших онлайн-сервисов обмена цифровых валют, основанный еще в 2017 году и вырвавшийся в лидеры. Сейчас я вам покажу, насколько просто покупать электронные доллары. Заходим в раздел P2P, выбираем, что покупаем и за какую валюту. Находим продавца с большим количеством выполненных сделок и с нужными нам лимитами. Переводим деньги, ждем подтверждения и радуемся долларам на счету. Дальше их можно вывести на заграничную карту, например, продав в том же разделе. Вот такой финансовый лайфхак. Пользуйтесь, ссылка в описании. Тем более, активировав мой промокод после регистрации. Первые 70 криптонов получат 5 BUSD, которые можно сразу вывести себе на карту. Если вы не замечали, то позади меня на этой полке уже более двух лет находится прародитель всех телевизоров, а именно простейшая трубка Крукса, с изобретения которой в конце 19 века и началась эра создания изображений с помощью электричества. Работает это устройство довольно просто, и для его запуска нужно всего лишь подсоединить его к источнику высоковольтного напряжения. После включения в сеть, я немного повышаю напряжение на источнике тока. Пока внутри катодной трубки не загорится зеленый луч на поверхности специального люминофора. Сам люминофор начинает светиться после того, как в него ударяются вылетающие из катода электроны в среде пониженного давления. Поэтому и образующийся луч, как и трубка, называются катодными. Зачастую в таких трубках использовали люминофоры на основе сульфида цинка или же оксида итрия, активированные атомами меди. Если же немного изменить вид этой трубки и поставить в ее середине металлический крестик, через который не проходят электроны, то при включении прибора на экране появится тень того самого крестика. Таким образом можно сделать самый простейший телевизор, хотя только всего лишь с одним кадром. Поэтому уже в начале 20 века многие ученые начали проводить больше опытов с катодными трубками, чтобы с их помощью получить уже больше изображений, нежели обычную тень от крестика или металлического круга. Для этого они начали использовать магниты, которые могут отклонять луч электронов при их поднесении к катодной трубке. Как видно, мой прибор не оказался исключением, и при повороте магнита луч электронов поднимается то вверх, то вниз, следуя за силовыми полями мощного неодимового магнита. Если же начать перемещать магнит быстрее, то в итоге луч превратится в уже полноценное световое поле, так как наши глаза уже не могут отследить быстрое перемещение объекта в более 30 Гц. Однако каких-то изображений пока что на слое люминофора не появляется. Видимо, нужна более сложная технология магнитного отклонения луча электронов. И на самом деле это так. Чтобы получить из бессмысленно движущегося луча электронов какое-то изображение на экране, ученому потребовалось более 50 лет с момента изобретения трубки Крукса. И впервые это удалось сделать русскому ученому Владимиру Зворыкину, сумевшему разработать первый в мире кинескоп, взрождавшуюся в то время эру аналогового телевидения. Первые кинескопные телевизоры появились в 30-х годах 20 века и изготавливались в основном в Германии или в других странах Европы. Ну а уже в СССР первым массовым телевизором стал КВН-49, выпущенный уже после Второй мировой войны. Конечно же мне такой раритет достать не удалось, но все же мне повезло, и мне удалось добыть довольно редкий и старый телевизор Рекорд-Б 1962 года выпуска, практически в идеальном состоянии. Так что изучение его устройства и поиск редких элементов мы начнем именно с этого телевизора. После получения этого телевизора оказалось, что почти за 60 лет простой его практически никто не чистил, и в некоторых местах даже успели завестись пауки, поэтому сперва нужно его как следует почистить. Да, так-то лучше. Отлично стало видно, как много ламп внутри этого аппарата. И да, если вы не знали, то первые телевизоры работали на радиолампах, которые являлись прародителями современных транзисторов. С помощью таких вакуумных радиоламп и создавалось высокое напряжение, а также система управления электромагнитами, которые и создавали изображения на экране телевизора. После того, как я снял колпачки со всех ламп, можно видеть, как все-таки красиво выглядит этот ретро-аппарат в работе. Устройство самих радиоламп тоже довольно интересно. Первое, что бросается в глаза при их изучении, так это вот это блестящее покрытие, называемое гетером, который чаще всего сделан из тонкого зеркала металлического бария. Если случайно или же специально разбить такую лампу, то при попадании внутрь воздуха гетер сразу же начинает белеть, так как металлический барий на воздухе очень быстро окисляется, превращаясь в смесь из оксидов, пероксидов и нитрида бария. В радиолампах гетер нужен для создания глубокого вакуума, так как при включении лампы из нагретых металлов могут улетучиваться некоторые молекулы газов, которые очень хорошо поглощаются активным металлом бария. Также интересен способ нанесения самого гетера на внутреннюю часть лампы. Для этого на маленькую лодочку из жаростойкого сплава внутри лампы кладут таблетку из азида бария, вещества, которые немного похожи на этот азид натрия. Если нагреть азид натрия горелкой, то он начнет легко разлагаться на чистый натрий и газообразный азот, и его собрат азид бария тоже ведет себя очень похоже. После того, как в радиолампу помещают азид бария, верхнюю часть лампы нагревают в индукционной катушке, отчего азид бария разлагается на сам металлический барий и газообразный азот, который сразу же удаляется через вакуумную систему. Таким образом, на верхней части лампы образуется зеркало из чистейшего бария. Кроме бария, эта радиолампа содержит и некоторые драгоценные металлы, к примеру, золото или платину, о чем даже указано в паспорте прибора. И как бы мне не жалко было портить это устройство, но для вас, мои зрители, я все же пожертвую этой радиолампой КП-36С. Как и в предыдущем случае, после попадания внутрь воздуха, барийный гетер тут же окисляется, но все же под стальным анодом нас ждет кое-что поинтереснее, а именно сам катод, окруженный тонкими сетками, проволочки которых покрыты слоем чистого золота и платины. Сделано это для того, чтобы при нагреве катода, испускающего электроны, с помощью этих сеток перенаправлять потоки электронов в разные участки лампы, тем самым контролируя, как будет идти сигнал внутри прибора. Золото и платина на сетках не дают им самим испускать электроны при нагреве, тем самым делая работу радиолампы более надежной и стабильной. Сам катод, испускающий электроны, сделан из никелевой фольги и покрыт необычной керамикой на основе алюмината бария, которая повышает работу выхода электронов. Иными словами, из такого подогреваемого катода электроны будут вылетать гораздо легче, чем просто из куска металла. Как видите, устройство только одной радиолампы довольно интересно, и сколько в ней еще разных исцельных элементов можно найти. Кроме радиоламп, в этом телевизоре интересен и сам кинескоп, работающий по немного схожему принципу. Как и в лампах, тут тоже есть нагреваемый катод, испускающий электрон и входящий в состав так называемой электронной пушки, которая и стреляет быстролетящими электронами по лиминофору на экране кинескопа в виде тонкого луча. Как и в радиолампах, внутри кинескопа создается довольно глубокий вакуум, чтобы летящие электроны не ударялись от частицы других газов и не отклонялись от своей траектории. Чтобы сделать само изображение, на кинескопе стоит электромагнит, который крайне быстро двигает луч электронов, тем самым засвечивая нужные участки на экране. Происходит это настолько быстро, что наш мозг просто не успевает обработать всю эту информацию, от чего все упрощается, и мы уже видим готовое изображение, на самом деле состоящее из отдельных точек, просто очень быстро меняющих свое положение. На канале Slow Mo Guys, кстати, ребята сумели заснять этот эффект при помощи сверхзамедленной съемки, но у меня, к сожалению, такой камеры нет, поэтому при замедлении всего в 35 раз видны лишь образующиеся линии из точек, так называемая строчная развертка. Интересно еще то, что сам кинескоп снаружи покрыт слоем графита для снятия статического разряда на корпус. Видимо так изображение получается более качественным, и если что, поправьте меня в комментариях. Само изображение в этом старом черно-белом телевизоре формируется на люминофоре, представляющий собой порошок, состоящий из смеси сульфооксида итрия, а также сульфида цинка, активированных мезью, которые в сумме дают белый цвет свечения. К сожалению, на этом старом телевизоре некоторые радиолампы уже могли выйти из строя, как и электролитические конденсаторы, отчего изображение стало формироваться как-то неправильно. Но вот что не вышло из строя, так это некоторые довольно необычные радиокомпоненты, содержащие редкие элементы, к примеру, германий. Сам по себе германий представляет собой полупроводник, который при комнатной температуре не проводит электрический ток, поэтому лампочка, включенная в цепь с кусочком германии, не горит. Но если же нагреть кристалл германии, то электроны внутри него смогут двигаться из-за уменьшения так называемой запрещенной зоны внутри полупроводника, отчего сопротивление этого кусочка германия падает, и лампочка начинает светиться. На похожем принципе работает вот этот диод внутри телевизора. Устройство его, конечно, гораздо сложнее обычного кусочка германия, но все же, если присмотреться, то можно увидеть вольфрамовую пружинку, упирающуюся в пластину из германии с некоторыми добавками. Из-за такой конструкции полученный диод может пропускать напряжение только в одну сторону, тем самым делая из переменного тока постоянной. Кроме диодов и ламп, в этом телевизоре я еще заметил довольно редкий в наше время трубчатый керамический конденсатор, который сейчас любят афинажники, из-за содержания в нем серебра. Хотя и в довольно небольшом количестве. Как вы понимаете, у меня просто рука не поднялась, чтобы расковырять этот довольно старый и ценный телевизор, и показать вам все ценные металлы в нем содержащиеся, а тем более разбить его раритетный кинескоп. Но вот следующий телек мне уже совсем не жалко, так как он гораздо младше рекорда, да и к тому же практически не работает, из-за старых конденсаторов внутри. Поэтому в этой чайке 280D 1985 года выпуска я и буду искать некоторые ценные металлы, которые использовали в старых советских радиодеталях. Думаю, многие из вас имели в детстве похожий телевизор, и всегда хотели бы его расковырять, так что сегодня я это сделаю за вас. После очистки от пыли видно, что кинескоп здесь имеет более сложное устройство, нежели у предыдущего телевизора, а также снабжен уже тремя электронными пушками вместо одной. Все из-за того, что этот телевизор цветной, и для каждого цвета нужен свой луч электронов, попадающий на свой отдельный пиксель. Управляют этим лучом также электромагниты в виде медной проволоки, намотанной специальным способом, чтобы равномерно распределять луч даже по краям экрана в кинескопе, который я в этот раз решил разбить, чтобы показать вам, что же находится внутри. Для начала я аккуратно проделал отверстие в месте подключения присоски строчного трансформатора, чтобы впустить внутрь воздух, а также отпилил бандаж по краям кинескопа, который защищает его от самопроизвольного взрыва, или лучше сказать схлопывания. После пары ударов молотком оказалось, что внутри кинескопа еще находится экран, и какая-то сетка с необычным радужным покрытием. На самом деле, эта сетка, как и экран, сделана из необычного сплава инвара, состоящего из 36% никеля и 64% железа. Такой сплав при нагреве практически не расширяется, чтобы изображение на экране не менялось после прогрева кинескопа. Сетка, кстати, или так называемая теневая маска, стоит только в цветных телевизорах, так как она перекрывает лучи от электронных пушек для различных цветов, чтобы на каждый пиксель, к примеру, красный или зеленый, попадал только необходимый луч электронов. Кроме сетки, само стекло, из которого сделан кинескоп, тоже не совсем обычное, так как оно содержит в составе много свинца, примерно 3%, для того, чтобы защитить зрителей от образующегося тормозного излучения, которое возникает при ударе электронов о стекло. Ну а на стекло экрана нанесен и сам люминофор, вернее, 3 типа люминофора для каждого из цветов. Их состав вы сейчас видите на экране. Если посветить на них ультрафиолетом изнутри экрана, то они будут светиться, но все же как-то довольно тускло. Все из-за того, что для защиты люминофора от выгорания его еще покрывают тончайшим слоем алюминия. Поэтому, если посветить ультрафиолетом на люминофор с внешней стороны, то он уже будет светиться гораздо ярче. По отдельности, кстати, эти люминофоры светятся в ультрафиолете достаточно ярко и имеют некоторые послесвечения. Как вы понимаете, устройство только одного кинескопа является уже настоящим инженерным чудом. Но что там насчет других ценных металлов в других частях телевизора? Для изучения этого вопроса я уже занялся платами управления, которые и контролируют поведение электронных лучей и создают изображение на экране. Как видите, на платах стоит множество радиодеталей, но я выбрал самые интересные. К примеру, вот эти Тонтал Ниобиевые конденсаторы. Их я сниму для дальнейшего изучения. Также интересны так называемые флажки или же керамические конденсаторы, в которых есть посеребрение. Кроме конденсаторов, ценные еще и вот эти транзисторы, имеющие на своих ножках покрытие из чистого золота. Но пока что под слоем пластика их не особо видно. Для того, чтобы показать вам получше, эти необычные радиодетали изнутри, я залил их димексидом, который является очень хорошим растворителем различных полимеров, которыми и покрыты некоторые радиодетали. А пока там откисают транзисторы с конденсаторами, я хочу показать вам еще довольно красивые радиодетали, содержащие ценные металлы, а именно вот эти полевые транзисторы. Как видно, их ножки также покрыты чистым золотом, но если аккуратно спилить верхнюю крышку, то внутри можно обнаружить и сам кремниевый кристалл, который припаян к позолоченной подложке. Интересно, что позолота используется здесь не просто так, а для лучшей пайки чипа к подложке, так как кремний появится лучше всего сплавом с золотом. Видимо, другие металлы окисляются слишком быстро и не дают надежного сцепления. У некоторых полевых транзисторов сами контакты, идущие к чипу, выполнены также из чистого золота, на которое в Советском Союзе не очень скупились, ведь лет 40 назад цена на него была раз в 5 ниже, чем сейчас. Кроме полевых транзисторов, похожая позолота была и у многих микросхем, например, как в этой, которую я надломил, обнаружив красивый кремниевый кристалл со всеми микротранзисторами. Выглядит, кстати, довольно необычно. Пока я там рассматривал транзисторы, за 4 часа в димексиде некоторые радиодетали избавились от своих корпусов. Можно их уже рассмотреть повнимательнее. Корпус некоторых транзисторов после откисания в димексиде стал легко разваливаться, обнажив подложку с кристаллом, которая покрыта чистейшим золотом. И позолота здесь, кстати, довольно толстая, из-за чего такие транзисторы тоже часто используют афинажники для добычи золота из радиодеталей. Как и транзисторы, тантал-ниобиевые конденсаторы тоже лишились своих корпусов, после чего стало хорошо видно их достаточно сложное устройство. Сверху они покрыты медью и припоем, а также слоем черного диоксида марганца в качестве электролита, то есть вещества, проводящего электрический ток. Чтобы избавиться от этих лишних частей и добраться до самого ниоби или тантала, я решил нагреть эти конденсаторы сначала в соляной кислоте, чтобы избавиться от припоя, а затем уже в царской водке, прилив к раствору всего лишь немного азотной кислоты. После часа, проведенного в таком растворе, покрытие конденсаторов начало потихоньку отходить, и после промывки в воде, моему взору предстали достаточно красивые, большие ниобиевые конденсаторы. Такой необычный цвет им придает оксидная пленка, так как эти конденсаторы изготовлены из спрессованного порошка металлического ниобия, а затем под воздействием электричества анодированы, примерно так, как это сейчас происходит с этой полоской из ниобиевой фольги. Образованный слой оксида ниобия толщиной всего в несколько нанометров уже является диэлектриком, отчего в готовом конденсаторе может накапливаться немалый заряд. Да и такие конденсаторы выходят гораздо долговечнее и меньше, чем обычные электролитические. Кроме ниобиевых, мне попались и эти миниатюрные танталовые конденсаторы, единственное отличие которых от ниобиевых в том, что вместо ниобия в них используется уже более дорогой и тяжелый тантал. Что ниобий, что тантал сами по себе являются крайне тугоплавкими и химически стойкими металлами и применяются сегодня от ускорителей тяжелых частиц до суперсплавов турбореактивных двигателей самолетов. Однако, какими бы ни были дорогими тантал и ниобий, а также золото, но все же они являются не самыми дорогими металлами в радиодеталях. Пока что рекордсменами по цене являются платина и палладий, содержащиеся в так называемых КМ-конденсаторах, которые сегодня найти просто невероятно сложно. К счастью, мне повезло, и в старом телевизоре «Чайка» была такая небольшая плата у ПЧЗ или же усилителя промежуточной частоты звука. В ней находятся несколько маленьких бескорпусных так называемых КМ-конденсаторов, содержащие палладий и платину. Если поместить их в соляную кислоту и растворить припой, то по бокам конденсаторов проступят те самые полоски фольги из серебра, покрытые сплавом платины и палладия. Сделано это для того, чтобы избежать диффузии или же впитывания серебряных прокладок в слои керамики на самом конденсаторе. Чего можно избежать, покрыв их смесью более инертных платины и палладий. В советское время наносить тонкий слой этих металлов было крайне трудной задачей, поэтому в старых КМ-конденсаторах этих драгоценных металлов достаточно много. Сейчас же с развитием технологий слои платины и палладия сократили в сотни раз, а в некоторых случаях и вовсе заменили эти драгоценные металлы на никель, отчего современные СМД-керамические конденсаторы уже практически ничего не стоят. В принципе, больше в этом старом телевизоре я не нашел ничего ценного. Ну, конечно, кроме меди и алюминия, которые мне могут пригодиться в некоторых опытах. Жаль только, что современная техника, а также новые OLED-телевизоры уже не могут похвастаться большим содержанием драгоценных металлов, а также тем ностальгическим шармом, которым могли похвастаться старые кинескопные телевизоры. Но зато теперь аппараты, раньше занимавшие целые комнаты, могут запросто уместиться у нас в кармане. Конечно, современные смартфоны тоже содержат редкие, а в особенности редкоземельные металлы, но для съемки видео про них мне, наверное, придется купить сверхмощный микроскоп, так как манипулировать современными микроскопическими радиодеталями дело не из простых. Что ж, думаю, после просмотра этого видео вы узнали больше о том, как работал ваш старенький кинескопный телевизор, и как с помощью редких и драгоценных металлов он создавал ваши любимые изображения различных мультиков или фильмов. Кстати, если вы хотите, чтобы в следующих видео я сделал афинаш редких металлов из старых советских радиодеталей, то напишите мне в личные сообщения, ссылка в описании, так как самому мне искать редкие радиодетали совсем непросто для создания новых видео. И да, думаю, что это видео было последним в этом году, так что желаю всем хороших праздников, удачи, и чтобы 2023 год стал лучше, чем 2022. Но если вам понравилось это видео, как всегда, не забудьте поставить ему лайк и подписаться на канал, чтобы в будущем узнать много нового и интересного.